Здравствуйте! Вы сказали, что Али Алейсалам не присягнул Абу Бакру. Можете подробнее об этом рассказать? Ну, по поводу того, что его святая Салабин Абиталев Алейсалам не присягнул Абу Бакру, об этом имеются самые что ни на из достоверных хадисов, в том числе из суннистских источников, например, в Сахих Аль-Бухари или Сахии Аль-Муслими, неоднократно ни один хадис до нас дошел относительно того, что Али Алейсалам не присягнул Абу Бакру. Например, обратите внимание в одном из хадисов, это хадис под номером 6830, это очень известный хадис, довольно-таки длинный и объемный, передается от Абдулла ибн Аббаса. Абдулла ибн Аббас передает речь из слова Омара ибн Аль-Хаттаба, который тот произнес. И вот, что в одном из отрывков этой своей речи Умар ибн Аль-Хаттаб говорит То есть, речь идет о присяге Абу Бакру в этой речи. И Умар ибн Аль-Хаттаб говорит, что когда это произошло, когда произошла присяга Абу Бакру, ансары отказались это делать. И они собрались под навесом бани Саада. И также отказались от присяги Али, Зубейр и те люди, которые были с ними. И в суннистских преданиях, в истории, в надежных, достоверных суннистских преданиях, говорится о том, что его святцы Али ибн Аббатали, Зубейр, Талха и некоторые другие сподвижники собрались в доме ее светлости Фатми Загры, с мечами в руках. С мечами в руках. Они не просто не присягнули, они взяли мечи в руки и собрались в одном месте, в доме ее светлости Фатми Загры, саламулу алейху. И Абу Бакру суммаром приходилось оттуда их выгонять угрозами, в том числе угрозой сжечь дом. Эти предания дошли до нас в достовернейших преданиях. Или же в другом предании, который дошел до нас, как в Сахихе-Бухаре, так и в Сахихе-Муслиме. Передается удивительная история отношений его святца Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, и Абу Бакру. Предание передается от Аиши в Сахихе-Бухари. Это предание под номером 4240. И в Сахихе-Муслиме под номером 1759. В Сахихе-Муслиме это под номером 1759. Вот что еще говорит. Что Фатима после его святца Посланника Аллаха, салаллаху алейху салам, жила 6 месяцев. И когда она умерла, его святца Алибн Аббатали, ее супруг похоронил ее ночью. Но о похоронах не сообщил Абу Бакру и сам прочитал над ней молитву. То есть, обратите внимание, Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, не сообщил Абу Бакру. Абу Бакру, который объявил себя правителем мусульман. Правителем мусульман. Имамом, халифом. Не объявил ему о похоронах дочери Посланника Аллаха, салаллаху алейху 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 салам. И пока Фатима была жива, у Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, было желание появляться среди людей и когда она умерла, ее святца Фатима Загра, саламу алейху алейху, умерла, у нее пропало желание появляться среди людей. И он пошел на мирный договор с Абу Бакром. Он заключил мирный договор с Абу Бакром. И согласился заключить мирный договор и присягнуть ему, так скажем. Но дальнейшие слова говорят о том, что никакой присяги не было, и это был мирный договор. Мирный договор, это был сольх, это был мирный договор. Почему? Обратите внимание, Аиша дальше говорит, что на протяжении, пока была жива Фатима Загра, саламу алейху, Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, не присягал. И тогда Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, отправил человека к Абу Бакру. И со следующим сообщением, отправил человека со следующим сообщением, что приди к нам, иди к нам, приди к нам, и приходи один. Если ты признаешь Абу Бакра имамом, халифом, своим правителем, то ты сам идешь, во-первых, к нему и присягаешь ему. А если ты человеку говоришь, приходи и ставишь условия, чтобы он пришел один, то значит, ты унижаешь этого человека, ты открыто и недвусмысленно объявляешь о том, что ты идешь с ним на мирный договор вынужденно, и что не признаешь его своим правителем, своим халифом, ибо в противном случае ты должен был бы пойти к нему сам, проявить к нему уважение, а не унижать его, зовя его к себе и ставя ему условия. И далее, вот смотрите, что дальше идет. То есть Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, это условие, чтобы он пришел один, поставил для того, чтобы не видеть Умара. Он не хотел, ему неприятно было видеть Умара Абдал-Хаттаба. Это в Сахихе-Бухари. Этот же хадис приведен и в Сахихе-Муслиме. И когда Умар узнал о том, что Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, поставил подобное условие, чтобы Абубакр пришел один, он сказал следующее, что клянусь Аллахом, я не пущу тебя одного к ним. Кому? К тем людям, которые собирались в доме Фатимы саламула алиха, с мечами в руках, протестуя против кандидатуры Абубакра. Тогда Абубакр сказал То есть, чего ты боишься, что они со мной сделают? И Абубакр клялся, что пойдет. И Абубакр пошел к Алибн Аббатали, алейху салату вассалам. То есть, обратите внимание, во-первых, они боятся, Умар боится, говорит, я не пущу тебя одного к ним. Почему? Если это присяга, если все хорошо, почему же он его одного не пускает? Вся эта история просто кричит. Кричит о том, что Алибн Аббатали, алейху салату вассалам не просто был против, он еще восстал против кандидатуры Абубакра. И только после того, как он потерял надежду на то, что Абубакр откажется от этой своей узурпированной власти, тогда Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, пошел на мирный договор, на заключение мира с Абубакром. Никак. Это не есть присяга. Понимаете? Сам Алибн Аббатали, алейху салату вассалам, когда стал халифом, он запрещал своим сподвижникам и своим людям кого-то принуждать к присяге. Почему? Потому что вынужденная присяга, дорогие братья и сестры, это не присяга. Это не признание власти, она не действительно вынужденная присяга, она не действительно, это не присяга. Поэтому вот все, что в этом хадисе рассказано, это не присяга, это мирный договор. Он говорит, приходи один. Своему правителю, своему имаму, своему халифу, как вы утверждаете, он говорит, приходи один, чтобы тебя никого не было. Потому что ему неприятно было видеть Умара. А Умар говорит, нет, к креню с Аллахом ты не пойдешь, я тебя не пущу одного. К ним, не пущу к ним одного. Потому что с Алибин Аббеталем, в Алисалатфе, сам были Тальха и Зубейш. А тот говорит, нет, что они со мной сделать, я все равно пойду. И сам халиф идет к ним, чтобы ему присягнули. Да, так вы считаете. И все это с учетом того, что приведено в Сахих Муслиме, обратите внимание, в Сахих Муслиме приведено одно предание, где посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи ва салям, говорит, Тот, кто откажется присягать, то есть имеется в виду своему имаму, своему правителю, то встретит Аллаха в судный день без довода. Тот, кто умер, не присягнув своему имаму, своему правителю, имаму, правителю, которому он должен присягнуть, тот умер смертью невежества, то есть смертью многобожья, многобожья, многобожника. И как вот с учетом этого мы можем сказать, что Алибин Абитальев, алейхи ва салям, не присягал 6 месяцев, хотя это был его имам, это был его правитель, 6 месяцев не присягал, а после 6 месяцев вовсе унизил его, сказал, приди сюда, это ты должен, если это твой имам, это ты должен к нему стремиться, это ты должен к нему бежать, проявлять к нему уважение, танзим делать, возвеличивать его, а не унижать его, как сделал его святый Алибин Абитальев, алейхи ва салям. Поэтому его святый Салибнаб Виталий Балий Сатасом унизил Абу-Бакра, всему миру доказал, что это не халиф и заключил с ним мирный договор исключительно вынужденно. Об этом и говорилось мной ранее.